Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться, серую кнопку вы подписаны, а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! И всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала! И сегодня мы продолжаем вместе с вами играть в нашу любимую и замечательную игру МТА Провинция. Но перед тем, как мы начнем, я покажу комментарии ребят из прошлого видео. Это они! Если ты тоже захочешь попасть в следующий ролик, как эти крутые ребята, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать свой очень крутой комментарий, а также досмотреть ролик до самого конца. И будет тогда все очень супер. В общем, что, дорогие друзья, сегодня вечером я решил прогуляться до магазина, пошел такой через дворы, гуляю-гуляю по нашу такую Россию, и забрел в один гараж и увидел кое-какую крутую и забытую всеми машину. Дорогие друзья, вы видите то, что впереди нас? Офигеть, дорогие друзья, вы будете просто в шоке от увиденного, дорогие друзья. Случайно я такой иду-иду-иду через дворы, через гаражи и слышу, какой-то скрежет, что-то там разваливается. Я такой думаю, что за фигня? Это что такое там происходит? Я не пойму, что это такое. Прохожу за гараж и смотрю, что возле машины кто-то откручивал колесо. Я говорю, ты что делаешь? И он взял, убежал. Он хотел еще открутить аккумулятор и включил свет в машине. Я говорю, бегом отсюда, сейчас ментов вызвал. И он побежал, получается, вот в ту сторону, туда вперед, и убежал во дворы. Я не стал за ним бежать и оставился тут. И я заметил вот такого интересного и прикольного экземпляра, дорогие друзья. Это ВАЗ-2101, на который никто не ездил на протяжении 30 лет, дорогие друзья. Посмотрите, что за развалюху я нашел в этом месте. Эта машина полностью ничья, я не знаю. Она уже стоит тут сотни лет. Я спрашивал у нескольких игроков, которые тут пробегали. Они говорят, мы не знаем, что за тачка. Она стоит тут давно и очень давно, типа стоит и стоит. Никто не знает, что она тут делает, для чего она делает. И вы просто посмотрите на ее состояние. Это реально копейка из СССР. Ребята, на таких машинах даже, я не знаю, я никогда такого состояния не видел. Посмотрите на ее, получается, капот. Вы видите капот? Я вот тоже не вижу. Посмотрите, какой двигатель у нее. Все в пыли, все... Прям все в пыли. Посмотрите на ее, получается, этот... На ее колеса, насколько они ржавые. И какие... Они, в принципе-то, колеса у нее красивые. Но проблема в том, что они, как видите, очень сильно зажавели. Их нужно, конечно же, заново покрасить, зашкурить и почистить. Тогда они были бы клевые. Двери тоже все у нее покоцанные. Стекло разбитое. Ну, видимо, чел сейчас его разбил, когда аккумулятор хотел вытаскивать. Потому что он с топорита не отключил задний. И поэтому я и обратил внимание на эту машину. Как видите, бампер тоже весь погнутый, весь загнутый. Тут тоже стекла нету. Дверь вмятина. Посмотрите, что с этой тачкой. Блин, это же просто пипец. Задняя крышка багажника. Посмотрите, тоже разбитое, а что в багажнике. Из багажника уже все вытащили, наверное. Все, что можно было, конечно, все уже вытащили. Номера 134, 78 регион. Наверное, это чья-то местная, но кто-то ей почему-то не занимается. Бампер задний тоже весь разогнутый. Зато есть подкрыльники. Блин, ну это уже хорошо. Точнее, от дождевики или как они от дождя. Вон те штучки, видите, на которых значок лада. Блин, ну насколько она вся рассрапанная и забитая. Я не знаю, он тут кружился, кружился. Чувак, я не знаю, что он хотел с этой тачкой делать. Но я надеюсь, она рабочая. Знаете, что я, дорогие друзья, предлагаю? Давайте мы сейчас с вами возьмем ее, починим и отвезем ее на это же место. Получается, вот на эту же улицу, где она и находится. Мы прямо тут ее и оставим. Потому что я считаю, что такие, получается, места нужны. Давайте вот тут я просто так куплю гараж, чтобы у меня просто он был. На всякий случай. Просто пускай вот тут будет такой маленький гаражик у меня. А за гаражом пускай этот чел просто заберет эту тачку. Давайте так и сделаем. В общем, я сейчас что предлагаю сделать? Отвезти быстренько тачку, получается, в автомастерскую. Мы ее подшаманим. Восстановим. Сделаем ее прям современную. И оставим ее тут же. Просто оставим тут же. Сделаем благое дело на обществе. Потому что мне лично было бы неприятно смотреть на такую тачку возле своего двора. Ну-ка, давайте она вообще заводится. Попробуем завести. Ну-ка, ну-ка. Ну-ка. Буксует. Да, 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 ребят. Опа. Опа. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Нормально, нормально. Смотри, топит, 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 топит. Ну-ка. А вообще она сможет дернуться хотя бы с места? Опа. Да, 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 да. Поехали, поехали. Отлично, отлично. Дорогие друзья, поэтому, если захотите со мной поиграть и восстановить, или забрать, поехать копейку на этом месте, она будет стоять тут. Если вы хотите это сделать, переходите по ссылочке в описании, качайте МТА провинцию, заходите на седьмой сервер, приезжайте в город Невский и забирайте по этому адресу. Это вот тут находится, вон, дорогие друзья, на карте в правом нижнем углу, вот там. Вот сюда приезжайте, возле церковушки, получается, вот тут во дворах будет стоять эта копейка. Приезжайте, забирайте. А также, когда вы зайдете в игру, если у вас будет мало денежек, получается, чтобы у вас появились легкие деньги для начала игры, просто нажимайте на английскую букву М, либо на мягкий знак, после чего нажимаете реферальная система, и вот сюда вводите мой промокод LICITOP. И все, дорогие друзья, и вы с легкостью получаете 150 тысяч рублей на покупку какой-нибудь тачки и чего-нибудь такого. Поэтому давайте сейчас, а я, получается, доеду до покрасочной, надеюсь, тут недалеко будет. Вот так вот, вот так вот, я просто купил гараж, в принципе, он мне нужен, гараж, но, наверное, пригодится. А так я его еще купил для того, чтобы просто я не потерял это место, где я взял копейку. В общем, поехали, поехали, поехали. Так, на красный проехал, ууу, вот это я зря сделал штраф, блин, теперь у меня штраф 1000 рублей. Ладно, все, больше не будем так, конечно же, летать. Все, давайте включаем поворотник, ездим абсолютно по правилам, ждем пока. Опа, отлично, подождали, и все уже готово, готово, готово. И вот тут, чтобы не ждать свет светофора, сворачиваем, получается, через дворы. Опа, вот тут свернули, опа, хасаним, отлично, отлично. Ой-ой-ой, чуть не врезался, на такой, в принципе, разбитый пас. Ой, а тут еще и подвески, пипец. Я даже не заметил то, что она на полу лежит просто, посмотрите, она просто на полу, пипец. Двери, блин, жалко, какая же была, наверное, красивая у них машина. Давайте ее сейчас просто возьмем и восстановим. Простите, но мы не можем модернизировать битое авто. Ладно, давайте его починим, отлично, хорошо, я готов. Так, давайте починим все, 1500, опа, уже вид другой у тачки, уже... Ой, а что это за фары у нее? Какие желтые фары, пипец, я такое в первую жизнь не вижу. Ладно, давайте все-таки сделаем красиво и отвезем тачку на место. Так, давайте начнем с покраски, в принципе, быстренько восстанавливаем ей цвет, делаем ее, как будто она вот какая вот была изначально, я думаю, что если она такая рыжеватая, то она, скорее всего, была какая-то в молодости. Вот, наверное, вот такая, кремовый, наверное, цвет у нее какой-то был, по-любому, вот такой вот, наверное, что-то. Что-то вот такое, наверное, у нее было, вот такой вот, наверное, цвет, его оставляем. Дальше идем, что у нас дальше идет? Стайлинг, не стайлинг, выбор цвета. Давайте, получается, восстановим ее, сделаем вот такую вот прозрачную, как она и была. Мы не делаем супер-новорочную, мы просто восстанавливаем тачку. Давайте сделаем, ну, лампочки, конечно, давайте диоды поставим, ну, как-никак. Так, все-таки без тонировки обходимся, но так, они, по-моему, все равно желтоватые у меня стекла. Выбор цвета, вот, отлично, шикардос. Теперь, 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 теперь колеса, колеса. Давайте их почистим, зашкурим и выровниваем. Просто оставим такие же, как они есть, в принципе, ширина задних колес. Вот, давайте, ну, сделаем 50 на 50, одинаково, чтобы вот так было чики-пуки. Отлично. Дальше, вылет задних колес, сделаем, как и должно быть, в принципе, вот так вот, отлично, делаем все, вот так вот, опа-опа. Дальше, тип покраски, восстанавливаем цвет, давайте сделаем такие, как они и должны быть. Просто, вот, делаем такую тачку, как она была изначально на заводе. Отлично, шикардос. После чего мы переходим уже в настройку и высота подвески. Да, тут с подвесочкой проблемы, давайте ее выровняем. Ой, что же, что же, что же, ой-ой-ой-ой-ой, это что такое реально бывает? Реально такое бывает? Вот это я в шоке, я просто в шоке от того, как бывает. Так, ладно, давайте ее выровняем по подвесочке и вот тут сделаем как-то так, чтобы она ровная стала. Ну-ка, аккуратненько и выравниваем. Просто берем и выравниваем тачку, потому что, ну, мне лично жалко такую клевую тачку, чтобы она была убитая. Опа-опа-опа-опа-опа. Вот, ну, наверное, чуть еще поднимем, чтобы ее... Вот, вот так вот, вот так вот. И, в принципе, по-моему, все. В принципе, все. Мы ее восстановили. Ну-ка, теперь выходим. И... Ну, другой вид, просто другой вид, дорогие друзья. Вы просто посмотрите на эту копейку, которую я сделал. Ребят, мы просто взяли и восстановили чью-то тачку, которая была, стояла, разбита. Теперь давайте найдем это место. Я его специально, чтобы не потерять, купил себе гараж. Мой гараж. Давайте сейчас поедем туда. И получается, там уже разберемся. Давайте опять же через дворы. Я сейчас не хочу на светофоре стоять, ждать светофор. Абсолютненько вот так вот проезжаем через дворы, чтобы не ждать светофора. Так, дорогие друзья, так, так, так. А все-таки придется ждать светофоры. У нас тут красный. Да ешь моё. Чего ж мне так не везет на эти светофоры? Опа. А, красный еще. Ладно, ладно. Ждем. Ну, посмотрите, какие диски стали у него топовые. Блин, я реально восстановил тачку. Она стала просто клевой, супер модной машиной. Вот, дорогие друзья. Давайте, 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 давайте. Поехали, поехали, поехали. И сейчас мы будем ее оставлять на том же самом месте, где она и была. Просто кому-то сделали, сделаем приятно. Сделаем так, чтобы люди радовались от того, что у них есть такая машина. Потому что она реально, ну, раритетная же тачка. Как такое может быть отличие, что машина... Я не хочу просто, чтобы она стояла разбита, какая-то вдребезги тачка где-то в гараже. Мне вот лично приятнее вот то, что я сделал из машины. Я просто взял человеку и помог ее сделать вот такой клевый. Поэтому давайте заезжаем в гараж. И вот тут ее, опять же, вот тут вот оставляем. Вот так, 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 так. И вот тут, получается, глушим и уезжаем. И все, дорогие друзья. Пускай она лучше в вот таком состоянии будет стоять. Посмотрите, то, что было тут стояло и то, что мы сделали, дорогие друзья. Я думаю, разница большая есть. Поэтому, на самом деле, на этом все, дорогие друзья. Обязательно, если вам понравился ролик, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. А также приезжайте, хотите, забирайте эту тачку. Играю я, если что, на седьмом сервере. Переходите по ссылочке в описании. Мне будет приятно, если вы поиграете вместе со мной. Игра весит не так уж и много, ее потянет, в принципе, любой компьютер. Поэтому качайте, заходите и вводите мой промокод LICHITOP. Нажимайте на буковку М английскую, либо на мягкий знак русский. Дальше вот реферальная система. И вот сюда вводите мой промокод LICHITOP. И все, и вы будете просто топчанским. А также все, кто вводит мои промокоды, я вставляю в ролики. И передаю привет прям поименно. Ну, на этом все. С вами был LICHITOP. И всем получается, до скорых встреч.